Лето движется к своему экватору, а в лагере орбита города Железногорска завершается вторая смена. И завершается она премьерой. На минуточку всероссийской премьерой мюзиклы отвержены. Терпи, терпи, за вами не скрипи. Терпи, терпи, ты вечно нацепи. Этот мюзикл по одноименному роману классика французской и мировой литературы Виктора Гюго, написанному 160 лет назад, был впервые поставлен в Париже в 1980 году. И уже более 40 лет не сходит с мировых сценических площадок. Но в России на русском языке до сегодняшнего дня премьеры еще не было. Замок на белых облаках, часто о нем я вижу смыть. Там мне не нужно мыть полы, сам же на белых облаках. Эта постановка стала возможной благодаря художественному руководителю нашего лагеря «Орбита», творческому человеку, поэту и композитору Александру Сергеевичу Ковалеву, который сделал литературный перевод мюзикла, выступил автором русского либретто и музыкальным редактором. Я как-то увидел, что некоторым отрядам не хватает, что ли, вот этого творческого проявления. То есть только то, что делается в лагере, этого им мало. И вот тогда появились большие формы. Вот всего за 12 лет мы сделали 23 больших спектакля. Еще несколько раз мы повторяли какие-то спектакли. Ну, наша одна из целей, которую мы ставим перед собой, когда занимаемся большими спектаклями, это как раз просвещение, это приобщение детей к мировой классике. О чем мюзикл «Отверженные» спросите вы? Наверное, нет смысла пересказывать классику. Но, конечно же, о любви, о вере, о преодолении, о борьбе. Эта история повествует о жизни французского общества первой половины 19 века. Показывает несправедливость власти по отношению к народу и стремление народа к лучшей жизни. Я предупреждал тебя, что я буду непоколебим. Дай мне всего час, потом я твой. Я заплачу за все свои грехи. Опять передо мной преступник, который твердит мне о том, что он исправился. Прошу, время не ждет. Взгляни, Жавер, он на грани смерти. Я должен отнести его к врачу. И еще шаг, и ты сдохнешь. У меня была главная роль Жан Вальжан. В чем состояла твоя главная роль? Кто был Жан Вальжан? Жан Вальжан – это человек, который был осужден на 20 лет за то, что украл буханку черствого хлеба. И потом преследовался инспектором Жавером до конца. А какие трудности возникали при подготовке к музыку? Да на самом деле не возникало трудностей. Все проходило легко. А как ты готовился? Много репетировали, смотрели фильм, смотрели французский мюзикл, учили слова. Еще один человек, который вложил всю свою душу, много сил и немало средств в эту постановку – это воспитатель первого отряда, режиссер-постановщик спектакля Татьяна Анатольевна Одинцова. Ей слово. Из многочисленных мюзиклов – это, пожалуй, самый необычный мюзикл. Во-первых, он очень долгий. Во-вторых, это военные события необходимо было отразить. И это всегда очень сложно. Ну и в-третьих, очень много сменных героев, которые еще и в добавку ко всему мужских ролей очень много. Мальчиков очень много, играющих таких, актеров настоящих, эмоциональных. И мюзиклы-то и нужны для веры в себя, для открытия своих талантов и для объединения, потому что в мюзикле участвуют дети не только первого отряда, и как в этом мюзикле, а участвовали дети и второго отряда, и третьего отряда. Действительно, мюзикл сплачивает. Могу это сказать не только как сторонний наблюдатель, но и как исполнитель одной из главных ролей – инспектора Жавера. Яркие звезды, радуя глаз, чтоб мир не угас, как часовые, тихо в ночи охраняете нас. Только на сцене в качестве актеров и артистов балета было более 60 детей. А озвучивали спектакль, участвовали в записи аудиодорожки наши педагоги, воспитанники и выпускники лагеря. Необходимо в лагерях ставить мюзиклы, потому что, во-первых, человек учится быть ответственным. Работать в команде – это тоже важно очень. Находить общий язык с детьми и также и со взрослыми, которые тебе помогают, наставляют. Поэтому это очень важно. Вы опекуны этой девочки. Я заплачу весь долг ее матери, и она уйдет со мной. Но, месье, как мы можем отпустить наши сокровища? Лучше этой девочки никого на свете нет. Как же мы можем продать вам калетту? Казету. У меня была комедийная роль, и, казалось бы, надо смеяться. Но когда мы выходили на поклоны, было заметно, что многие присутствующие в зале плакали. Не знаю, были эти слезы счастья или горести. Для этого надо ставить такие спектакли, чтобы вызывать самые разные эмоции у зрителя. А еще в «Орбите» есть уже многолетняя традиция снимать большие спектакли на несколько камер, а в этот раз их было аж семь, и делать так называемый мультикамерный монтаж. И знают малыши, как в драке преуспеть, мы сотню лучших армий сможем одолеть. И не пинай меня, все в том, что я не босс, когда-нибудь узнай, что щенок подрос. Беги тогда, чтоб и тебя не цапнул пес. С телеверсией спектакля «Отверженные», а также с другим нашим творчеством, вы всегда можете ознакомиться в группе детского центра «Орбита» в социальной сети ВКонтакте. Лето – это маленькая жизнь, а летний лагерь – это школа жизни, школа самостоятельности и ответственности, школа настоящей дружбы, а может быть и первой любви, школа взросления и школа творчества. А «Орбита» – это больше, чем просто лагерь. Космос Глазков, Никита Колесников, студия Атом-ТВ, Железногорск, специально для Атом-Медиа.